Всем добрый день и рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня мы с вами поговорим о том, как из трекера сделать универсальное устройство. А чтобы сделать из него универсальное устройство, нужно использовать его встроенные функции в качестве языка программирования MyLogic. Тут уже есть загруженный скрипт, он уже выполняется, работает. И я покажу, как посмотреть именно, что делает скрипт и как он выгружает. Для этого нам нужно перейти в консоль, чтобы увидеть, перейти в режим отладки, выбрать режим отладки. Это скрипты и выбираем, что максимально показывать, что работает, что показывает скрипт. Данный скрипт, получается, у нас работает довольно просто. Тут стоит таймер на 3 секунды, это 3000 миллисекунд, который выдает время в формате UnixTime. Показывает, какой день у него используется и выводит нам, получается, время. Сейчас мы видим, что у нас он определяет, как. Так как у меня времени тут сейчас нет, он не определил, спутники не поймал, новое время он не поймал, он показывает нам начало от, получается, 1970 года. Вот это как положено. И чтобы открыть меню со скриптами, нам нужно перейти в меню скриптов. Тут оно вот такое. Можно открыть вот этот тестовый вариант. Вот он, стандартный тестовый скрипт. В тестовом стандартном скрипте используется C-подобный язык. Мы подгружаем, получается, библиотеку, которую мы используем там. В дальнейшем, в описании языка, если вы ознакомитесь с документацией, то вы найдете, что там есть несколько библиотек. Библиотека Tracker, библиотека GeoFriends, это с геозонами, библиотека Serial для работы с 485-м, 232-м, библиотека CAN, для работы с CAN-модулем, библиотека BLE, для работы с BLE, с Bluetooth, и библиотекам ADM, которые доступны не для всех функций, не для всех приборов она доступна. Также там есть отдельные библиотеки, которые можно уже, согласно примерам, подключать. Следующая строка определяет максимальный размер памяти, который используется. Можно, в принципе, делать без него, но если использовать ограничения, то скрипт получится более компактным и будет меньше работать. Тут есть несколько способов работы, и либо C-подобный, который использует функцию mine, запускает все функции mine, либо использовать функцию как Arduino-подобной системы, где используется setup, который один раз исполняется, и loop постоянно. В данном случае мы в скрипте видим, что у нас есть переменная mine, в которой запускается, устанавливается setTime. Таймер можно запустить только один, и он будет запускаться, вот интервал, который тут указывается, 1000 секунд. Дальше запускается функция таймера. Функцию таймера, еще раз повторяю, можно прописать только одну. Что мы тут получаем? Мы создаем новые переменные часы, минуты, секунды, года, месяцы, дни. Выводим командный printf, выводим значение, что таймер, который у нас равен будет 1000. Потом мы вводим функцию, выводим сообщение unixTime, и выводим функцию, получается, вывести переменную в формате deck, где это в формате deck. И какую функцию мы сюда передаем? Мы с помощью функции getTime мы сюда передаем переменную в формате unix. Если что, вот посмотрели, да, у меня немного по-другому скрипт тут запущен, отображается. Но, в принципе, работает все так же. Дальше следующий выводит у нас уже год, день, дэ. Также функция getData. И она выводит нам, получается, следующий день, который она определяет. Следующая у нас, получается, функция. Она выводит у нас часы, минуты, секунды и подставляет все вот эти переменные именно в нее. Мы подгружаем вот сюда переменные, которые мы получили с getTime и которую мы разобрали с getData. Можно для того, чтобы получать чистый тот же самый время в формате unix. Мы можем просто удалить вот эти значения и будет работать точно так же. Вот сейчас сделаем по-другому. Напустим, здесь напишем, что будет 5000. Секунду тоже поменяем на 5. Вот так вот переделаем, переместим. Вот эти другие не будем устроить. Нажмем собрать скрипт и запустить. Нам будет собран скрипт, он будет загружен в терминал и запущен. И мы также увидим сообщение, что таймер будет у нас вызываться каждые 5 секунд. Это 5000 миллисекунд, надо не забывать о времени. Ну и он будет показывать. Почему тут показывается день 51? По той простой причине, что у нас, видите, какое идет у нас время, которое внутри прибора, оно записано. Оно идет. То есть получается 19-й день, 19-е число, 2-й месяц, 1970-й год. Поэтому мы получаем, в принципе, 51 день, который прошел. Продолжение следует... Продолжение следует...